Борис, у меня первый вопрос, конечно же, прежде всего, как члену антивоенного комитета, который уже затронул скандал с обвинениями в адрес Невзлина. И я хочу, на самом деле, начать с просьбы, комментарий, как ты относишься к тому, что происходит, к этому скандалу. И, как я понимаю, там есть два направления. Первое – это собственное обвинение в адрес Невзлина, одного из действующих лиц, ну, так можно сказать, гражданского общества российского русскоязычного в эмиграции. И второе направление – это претензии, как минимум, к Ходорковскому, члену антивоенного комитета, по поводу того, что он знал об этом, об этих фактах или об этих данных, но молчал. Вот, как бы, прошу сначала начать с комментария. Ну, по степени шока на меня произведенного, первые комментарии, первые впечатления – это, конечно, обвинение в сторону Невзлина. Оно, мне кажется, невероятным, немыслимым, но все бывает. Мы знаем разные невероятные события, и это очень-очень действительно шокирующая вещь. Преступления, совершенные против Волкова, против Петрачкова и против Жданова, и еще против какого-то, я тебя не знаю, у меня вызывает мало сомнений, что это сделано все силами чекистов российских, но вот такая связь с Невзлиным, кажется мне, повторяю, невероятной, но все бывает. Надо расследовать, и это самое главное. Другой шок для меня произвел то, что обвинен в этом деле, значит, и Ходорковский, и Невзлин. Причем, если обвинение против Невзлины имеет какую-то фактуру, причем какую-то фактуру, подтвержденную, например, журналистами и расследователями, то обвинение против Ходорковского – это чисто голословная и такая неприятная вещь. И третий шок для меня то, что это обвинение является третьей серией фильмов «Предатели». Каким-то таким образом получилось, что все много событий ложатся в одну политическую, так сказать, канву ФБК, и это меня тоже очень сильно шокирует. Я бы не сказала, что там обвинения в адрес Ходорковского прямые, они не были озвучены, он просто назывался в фильме, но, как я понимаю, одна из главных претензий именно – это то, что за несколько месяцев до публикации расследования ФБК эта же информация была у структур, связанных с Ходорковским, и они как бы ничего с этим не сделали, никак это не огласили. И, как я понимаю, центр досье подтвердил это. То есть претензия в этом такая озвученная – знал, не сказал. А кому не сказал? Общественности, я не знаю, тому же самому Волкову, который заинтересован в расследовании нападения на себя. Ну, то есть вот как бы утаил от общественности. Мне кажется, что не надо было утаивать от полиции. И в полицию было сообщено. И мне кажется, это самое главное. И вообще говоря, может быть, встречная претензия к ФБК. Ребята, может быть, надо было поймать этого кренделя, а не выпускать фильм. Может быть, нужно было обратиться в полицию? Ну, они тоже это сделали, у справедливости ради. Они тоже обратились же в полицию. Ну, и так, значит, по части общественности не знаю, не принимаю. Сообщение в полицию надо было сделать. И, как я тебя знаю, это было сделано. Препятствие, наоборот, есть сотрудничество с органами, так сказать. С правильным органами, не с чекистами. Вот. Так что все это очень нездорово. И меня шокирует по всем этим трем аспектам. Меня это интересует еще с точки зрения того, какие будут последствия, в том числе для имиджа российской оппозиции, российского гражданского общества за рубежом. И для его влияния. Обращают ли на это другие органы, другие власти других стран, внимание. И, опять же, обращаюсь к тебе как к члену антивоенного комитета, который уже, в общем, пострадал. Потому что Любовь Соболь, как я понимаю, вышла из него из-за того, кто там Ходорковский. Мы видели все видео Евгения Чичваркина, очень эмоциональное, где он говорит о своем разочаровании в людях, которых он сдал. Как ты считаешь, на антивоенный комитет? Вообще, вы как-то обсуждали, может быть, повлияет это, не повлияет, будет ли деятельность дискредитирована? Опять же, вообще цены глаза, в точке зрения восприятия. Не знаю за глаза общественных деятелей Европы, но, с моей точки зрения, ущерб, с одной стороны, огромный, а с другой стороны, небольшой. Небольшой, потому что значение, вот вся российская русскоязычная диаспора и оппозиция, имеют и имели, конечно, очень маленькое влияние на то, что происходит. На войну, на режим Путина. Сейчас судьба мира в руках украинцев, в руках Запада, Европы и Америки. И люди с российскими паспортами или отчисляющие себя с российской политикой, политической силой, мало что могут сделать. Объективно, у них очень мало рычагов личного влияния. При этом, опять, как-то непрадоксально, многое делается. Помогают и беженцам, помогают и Украине, не будем этого забывать. Помогают россиянам, оказавшимся в зарубежье, россиянам, которые против Путина, против войны. Эта помощь для них очень важна. Но, повторюсь, влияние на происходящее на фронтах и на выживаемость путинского режима, мы все имеем очень малое значение. Хаймерсы – да, пушки – да, ракеты – да. Воля украинцев защищать свою страну – да. И вот что мы можем сделать? Немного. Личные труды, лишние деньги. А политическое устройство России, воображаемый или нынешний, от нас очень мало зависит. Вот такое парадоксальное, а может быть и нормальное мнение. То есть, относительно ущерб огромный, абсолютно он мало что значит. К сожалению. Тем не менее, там Невзлин участвовал в финансировании ряда гражданских проектов. И вот, например, есть проект антивоенного комитета «Ковчег». Он в нем каким-то образом участвовал, вкладывал в его деятельность или нет? Это как раз проект, который помогает, я понимаю, россиянам, политически преследуемым за свою антивоенную позицию и политэмигрантам. Но про деньги Невзлин в «Ковчеге» я не знаю. Я сам помогаю как «Ковчегу». Много кто помогает как «Ковчегу». Это очень полезная история. Вообще, тут иногда важно не только чьи деньги, но как они используются. Если Невзлин давал деньги на гражданские проекты, на помощь людям и так далее, то тут вопрос к тем, кто как эти деньги использовал. Я не считаю, что это какая-то огромная позор брать деньги у нехороших людей. Тем более, что это нехороший человек. В общем, не могу кинуть ни от него камня, ни в «Ковчег», ни в тех, кто брал у Невзлин в «Ковчеге». Для Любови Соболи это стало важным аргументом, и она об этом сказала. Я брала, и вот помогите мне теперь расплатиться. Ну, окей, я понимаю. Пускай расплачивается что-то. Да, брала деньги у Невзлин. Правильно, что сказала. И, в общем-то, правильно, что брала, если это было нужно на дело. Окей. Еще задам такой психологический вопрос, потому что, во-первых, мы выяснили, что россиян не очень интересует эта тема, которая внутри России. Но как-то они вообще мало реагируют. Скорее, пропагандистские каналы на это отреагировали очень хорошо. Почему-то я этому не удивлен. Но вот как бы сторонний наблюдатель смотрит на все это и думает, ну вот состоятельный человек, который спонсирует российскую оппозицию. И вполне тебя могут сравнить с Невзлинным, просто потому что тоже состоятельный человек спонсирует российскую оппозицию. И ты наверняка знаешь многих богатых людей. Я хочу, на самом деле, вспомнить еще цитату из Ходорковского, из его первого комментария, о том, что он сказал, что, возможно, Леонид сошел с ума. И вот психологический вопрос именно в этом смысле. Вот богатый человек, имеющий возможность влиять через свои ресурсы, возникает ли какое-то чувство вседозволенности, что я тут все решаю. Это справедливое предположение? Не имею представления. Слушайте, я не знаком с Невзлиным. То, что я знаю о нем по публичным, по известным материалам, иногда производит странные впечатления. Он действительно иногда делает вещи не очень... производящие не очень... впечатления не очень адекватного человека. Но опять же, все бывает. Нерациональные. Ты считаешь, что это нерациональные какие-то поступки? Ну, все мало рациональные. Мы с этим поступки мало понятны. Ну, вот с точки зрения обывателя, может быть, ну, что тут надо? Деньги есть. Иди там, сиди у себя на яхте, разогреться, что ты... Значит, куда... Чего тебе еще нужно? Да? Ну, такая обывательская точка зрения всех... Ну, очень многих накасается. А потом, ну, понимаешь, богатый человек, небогатый человек. Мы все, вне зависимости от достатка, одинаковы в том смысле... В смысле ответственности за то, как распоряжаемся доступным нам ресурсом. Много у тебя денег? Пять у тебя... Какая? Капель, капель. Или 500 миллиардов. Ты отвечаешь за то, как ты их используешь. Вот. И это, может быть, самая главная мотивация любого человека. Миллиардеры, может быть, особенные. Да? Как ты распорядился имеющимися у тебя средствами? Заработать... Это одна линия, это одна система координат. А вот распорядиться, потратить, совершенно другая. Вот. И тут успешность в трате пяти копейек или пяти миллиардов, она измеряется по одной шкале. Вот. Конечно, есть... мотивация... Должна быть мотивация правильно потратить ресурс. Что-то сделать в этой жизни. Вот он и делает. Вот так вот делает. Странно, но чёрт узнает. Ещё раз повторяю, может быть, уже в который раз. Я шокирован известием. Я эмоционально не верю, но разумом допускаю. Надо бы разобраться. Подлость в том, что мы не скоро ещё дождёмся ответа. Потому что наверняка у Невзвена есть вещи, которые спорные с любой точки зрения. может быть такое. И здесь сверху ещё такое жестокое обвинение может поставить его совершенно в немыслимое положение. Ведь известная же эта история, что хорошая ложь должна быть упакована в большое количество правды. тогда она смотрится очень убедительно. И сейчас всё смотрится очень убедительно. Но я сильно сомневаюсь. А ты не жалеешь спустя какое-то количество месяцев уже, что прекратил поддерживать ФБК? Я жалею, что не сделал этого раньше. ФБК делают хорошие вещи. принципиально они неплохие. Это медиа, СМИ, это расследование. А как политическая организация это просто катастрофа. Это очень нехорошая история. И чем дальше, тем лучше это видно. Вот. Так что жалею. Но в другом последний вопрос я хочу про позитив может быть. Скандал всегда приносит какое-то очищение. Я не знаю. И сейчас все называют это страшными словами, матерными, в том числе такими описывающими, что это кошмар и ужас. Так может принесет какой-то положительный момент? не знаю, вряд ли. Проблема у России, как у российской оппозиции, состоит, мне кажется, в идеологии. Зачем, почему? Ну, например, я такой приведу раздел. Есть люди, которые говорят, что нужно Россию расчленить, чтобы она не представляла боегрозы. Другие говорят, что нет, это невозможно, потому что Россия и все такое прочее. Я не знаю, какая там аргументация. Проблема здесь в том, что ни вторые не говорят при каких обстоятельствах, например, Россия, как единый организм, не была бы опасна для соседей. Вот это возрождение против Путинской, оно будет опасно для окружающих или нет? Слова про демократию и про суд ни капли не не убеждают. Потому что демократия и все остальное это способ организации. А вот общество, оно в самом про что? До сих пор на протяжении сотен лет это вот про что было смертельно опасно для соседей и для всему мира. И когда люди говорят о том, что будет у нас все-таки новая прекрасная Россия будущего, она будет про что? вот и пока ответа на этот вопрос нету, все совершенно не важно, кроме повторяю бомб, ракет и воли победить врага путинского Россия. Поняла, спасибо. Претензия к российской политической оппозиции состоит вот именно в этом. Ребята, про что будет страна? Ребята, обьёт до нового евро, что не может не это не льня. Это длительный оваж и это н нет, Продолжение следует...